И я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию, всех зрителей телеканала ТБН. Пусть Бог благословит каждого, где вы находитесь. Для Него нет никакого расстояния, для Него нет никаких преград. Для Слова Божьего нет никаких уз. И поэтому Бог прикоснется к вам именно там, где вы находитесь. Аминь. Слава Господу. Я поздравляю еще раз всех с этим замечательным праздником, когда мы вспоминаем, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, однажды совершил это крещение, был погружен в воду, как обычный человек. Это на самом деле, с одной стороны, торжественное, с другой стороны, просто из ряда вон выходящее событие. Давайте прочитаем, как это было, как это записано в Евангелии от Матфея в третьей главе. С 13 стиха. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, мне надо бы накреститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал Ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, а в оригинале праведность. Тогда Иоанн допускает Его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись Ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Иисуса. И вот голос небес, глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Это удивительная история. Это просто удивительно то, что там происходило. Мы знаем сегодня, что Иисус – это Бог. И вот Бог, который пришел на эту землю, воплотив в обычном теле человеческом, и вот Он стоит, Бог, воплоти человеческой, стоит перед человеком и говорит «Крести меня». Стоит упомянуть, что водное крещение означало, что человек признавал себя грешником. И это было крещение в покаянии. И Иоанн крестил крещением в покаянии. То есть люди приходили к нему, исповедовали грехи, и в знак того, что они оставляют эти грехи, они просто хоронят там их под водой, Иоанн окунал их в воду, погружал, поднимал из воды, и они вот обновленные, прощенные Господом, и шли дальше жить. И вот все понятно, разные грехи, разные люди. Но вот приходит Иисус, и Иоанн имеет откровение, что это на самом деле Сын Божий. И этот Сын Божий спускается в воду, подходит и говорит «Крести меня». Ну, креститься, уточняю для тех, кто, может быть, не знает, что это не крестное знамение совершить. Креститься в оригинале написано, что это погружение, это значит в знак того, что ты оставляешь грехи, а не просто что-то сделал, какое-то знамение. Иоанн, мягко говоря, в шоке, потому что он понимает, Бог ему открыл, это Бог, это Сын Божий перед ним, он безгрешный, и у него замыкает. Ты приходишь от меня креститься? И каким бы крутым Иоанн ни был, и как здорово бы он ни проповедовал, он все равно ощущал, что он человек, и все равно он где-то согрешал, по всей видимости, все равно что-то было, и он ощущает все равно эту греховную натуру, какую-то вот эту природу внутри. И он говорит, Иисус, мне надо креститься от Тебя. Ты бы меня простил. Ты для этого пришел, и Ты приходишь креститься от меня. Иисус не объясняет всех подробностей, почему он это делает. Наверное, невозможно было тогда Иоанну все это понять, но он говорит, оставь теперь. Давай не будем сейчас об этом размышлять. Я не смогу тебе этого объяснить. Просто прими. Так надлежит нам исполнить всю праведность Божью. И как-то Иоанну это помогло. И Иисус другими словами сказал, просто поверь сейчас, это правильно. Правильно сделать так, не пытайся понять. Просто доверься. Это правильно. Иоанн сказал, хорошо. По всей видимости, там было. Это присутствие Божье очевидное. Вот он, Иисус стоит. И Иоанн был убежден. Он, да, хорошо, и крестил тогда. Я удивляюсь, каждый раз перечитывая эту историю, потому что, по всей видимости, Иисуса совершенно не заботило, как Он выглядит в глазах других людей. Потому что, но ведь все смотрели. Ему потом надо было служить этим людям. Но все понимали, что крестится греховный человек в воде. Это значит, Иисус, ты что, согрешил? Ты решил покаяться? Иисус, ты же Сын Божий. По всей видимости, Иисуса совершенно не заботило. Как кто о Нем подумает? Его, по всей видимости, Он никак не связывал вот эту свою репутацию с тем служением, которое Он будет дальше осуществлять. Он понимал, что Ему важно только одно. Быть послушным Своему Небесному Отцу. Делать то, что Он сейчас понимает правильным. То, что правильно в глазах Отца Небесного. Этого достаточно. Пусть весь мир сейчас будет считать Его грешником. Пусть весь мир будет считать Его недостойным. Какая разница? Отцу Небесному. Это важно, я это сделаю. Иоанн, так нам нужно исполнить всякую праведность. Друзья, это совершенно новое мышление. Совершенно новое мышление. Потому что каждому человеку на этой земле бывает так важно, бывает очень важно, как о Нем подумают другие. Мы, бывает, сражаемся просто за свою репутацию, сражаемся за право последнего слова в нашей дискуссии, в диалоге, в войне. И нам так важно, кто о нас как думает. И мы сами перед собой пытаемся как-то выглядеть лучше. И вот Он, Иисус, представитель совершенно новой эпохи, совершенно нового поколения, поколения людей, которые будут зависеть только от Бога, от Небесного Отца. Ему абсолютно без разницы, кто о Нем как подумает. Он старается угодить Богу. И в водном крещении, во время этого праздника, который мы сегодня празднуем, пусть эта ценность, пусть эта мысль как-то поднимется высоко в наших глазах. Мы представители нового поколения. Мы представители совершенно нового человечества. Тех людей, которые начало берут от Иисуса Христа. Мы христиане. Как Иисусу, неважно было, кто о Нем как подумает. Так апостол Павел потом вторит ему и говорит, друзья, я вас очень люблю, но как вы обо мне подумаете, мне абсолютно без разницы. Говорит, честно вам признаться, я и сам о себе никак не думаю. Мне без разницы, и как я сам в своих глазах выгляжу. Мне важно одно сейчас. Что Отец Небесный скажет о моей жизни? Как Он оценит мои поступки? Мой прожитый каждый день. Отец, я тебе хочу угодить. И это, конечно, здорово. И знаете, что происходит? Кажется, столько опасностей, столько рисков вот в таком мышлении, но вот что происходит, друзья. Открываются небеса. И вот Иисус, кто-то бы сказал, опозоренный, униженный перед всеми, выходит из воды, только открываются небеса. И написано, Дух Божий сходит в телесном, сходит в образе голубя, значит, сходит на него. Более того, и голос с неба, который все слышат, и все евангелисты это отмечают, и голос с неба, это мой Сын возлюбленный. В нем мое благоволение. Это значит, в нем мне так нравится быть. Я так люблю его. Он настолько послушный мне. Он старается угодить мне, несмотря на всю толпу, несмотря на весь мир. Он старается угодить мне. Он святой. Он безгрешный. Он не сделал ни одного греха. Но он согласился перед всей толпой, перед всем народом, перед всем миром, перед всеми поколениями, чтобы его обычный грешный человек погрузил в воду, как бы очищая от грехов. А он хотел просто быть таким же, как все, чтобы пройти тот же путь, который каждый из нас потом должен будет пройти. И Иисус, став по виду как человек, прошел наш путь, чтобы мы могли быть подражателями ему во всем. И это здорово. Каждый христианин, который последует этим путем, который будет заботиться не то, как выглядит он в глазах других людей или в глазах своих собственных, который будет стараться угодить своему небесному Отцу, будет видеть это, как небеса открываются над его жизнью, как Бог начинает говорить с ним прямо, непосредственно, и как другие видят, это правда сын возлюбленный, Божье благоволение на нем. Я сегодня хочу предложить вам поразмышлять именно об этом. На самом ли деле возможно видеть Царство Небесное на этой земле? На самом ли деле можем мы переживать присутствие Бога в своей жизни? Вот так очевидно, что вот Бог, видеть просто Бога, видеть Царство Божье в своей жизни. Многие думают, что там на небе, конечно, Царство Божье на небе, о чем вы говорите. На небе придем, однажды все увидим. Но я вам хочу сказать, или процитировать, наверное, все-таки, то, что сказал Иисус Христос чуть позже, когда уже начал служить. Это Нагорная проповедь, это цитата из Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде всего Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам». Он находился в окружении людей, которые все время чего-то ищут. Наверное, и мы находимся в окружении людей, которые все время чего-то ищут, чего-то лучшего. Но, наверное, и мы нередко ищем чего-то лучшего, лучшей жизни, лучшего обеспечения, лучшей работы. Кто-то лучшего мужа ищет, кто-то лучшей жены, лучшей квартиры, лучшего еще что-то, лучшего образа жизни, лучших удовольствий, чего-то лучшего. И вот в поиске, в поиске этого счастья, в поиске чего-то лучшего Иисус находился в окружении таких же людей. Иисус находился в тех же обстоятельствах, он находился в тех же условиях, что и все остальные, он имел те же потребности, он имел те же нужды, как обычный человек, покушать, попить, одеться, где жить, где спать, он был в образе обычного человека, и при этом он бросает нам вызов, он бросает вызов всем. Он представитель нового поколения, и он говорит, ищите прежде всего Божьего Царства и правды Его. Несмотря на все ваши нужды, несмотря на все ваши заботы, ищите прежде всего Божьего Царства. Господи, там на небе понятно, но там на небе не надо будет нам искать ничего, потому что там на небе, это очевидно, мы будем находиться в Царстве Божьем. Каждый, кто сохранит свою веру, обречен на эту вечность, я так с радостью говорю, обречен на эту вечность с Богом. Это же так здорово, это так прекрасно, это просто мечта самая высшая, быть с Богом всегда в вечности, а не погибать в аду и не проводить вечность в озере Огненном. Там не надо ничего искать, там мы в окружении Царства Божьего, но Иисус говорит, здесь на земле все правильно, в окружении зла, похоти, разврата, обмана, всякой лжи. Люди говорят, да как здесь можно вообще жить и не грешить? Иисус обостряет наше внимание и говорит, прежде всего, именно этого тебе надо искать. Прежде всего, это правда, на этой земле, первая мысль, которую я думаю, когда читаю это местописание, что Царство Божие, это не то, что вот так доступно на этой земле, это не то, что вот так просто везде, везде и просто грех, везде и просто соблазны, а Царство Божие, его, оказывается, надо искать, пока ты на этой земле. Если оно для тебя ценно, если присутствие Божье для тебя ценно, ты будешь тратить свою жизнь, исполняя это слово, находясь в поиске, в большем поиске. Для Царства Божьего нет границ. Если ты нашел уже Царство Божье, если тебе нравится быть в присутствии Божьем, ты можешь искать больше, ты можешь просить больше, потому что Он обещает, что не мерою будет давать каждому, кто будет искать. Аминь. Итак, вот что я верю во что. Если, отвечая на вопрос, можем ли мы все-таки искать здесь и находить Царство Божье, я верю, что если Иисус сказал, значит можно. Когда Иисус говорит, ищите, для меня это однозначно, что я могу найти. Знаете, мы иногда играем в такую игру, нам очень нравится всей семьей играть в такую игру. Допустим, мы с женой прячем какую-то вещь, хотел сказать игрушку, раньше игрушки прятали, но сейчас что-нибудь интересное такое уже все взрослые дети, да? И потом начинаем искать, либо я что-то прячу, и потом все начинают искать, ожидая найти. И знаете, было бы странно, если бы я эту вещь спрятал где-нибудь на берегу Обскового водохранилища, да? И так часа через два, глядя на измученную мою семью, посмеивался бы, еще бы захотели найти. Сейчас, это же невозможно, я хорошо спрятал. Нет, конечно. Мы играем в эту игру, и она нам всем нравится. Почему? Потому что я прячу не для того, чтобы никто не мог найти. Я прячу, потому что это как-то, знаете, придает какой-то вкус потом этой вещи. И когда кто-то из моих детей находит ее, они чувствуют сопричастность, что они что-то сделали. Они не просто взяли и получили какой-то подарок. Они что-то сделали, они вот поискали, они нашли, приложили усилия, у них получилось, и радости становится еще больше. А мы с женой счастливы от того, что им хорошо. И мне кажется, что-то подобное происходит, когда Бог говорит, ищите Царство Божьего. Он говорит, это не для того, чтобы мы не смогли найти Его. С другой стороны, если Он не откроется, написано, то никто не сможет Его найти. Но Он хочет открываться, но Он хочет видеть, что для тебя эта ценность номер один в твоей жизни. Он хочет видеть, что ты нуждаешься в Нем. Он хочет видеть, что тебе нравится быть в Его присутствии больше, чем в этом мире, который наполнен грехами, значит, и всем прочим. Поэтому я уверен, что мы можем найти Божье Царство. В Евангелии от Матфея написано в 6 главе, дальше немножко, чуть раньше наоборот, 9 и 10 стих. «Молитесь же так, — говорит Иисус, — Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». Да придет Царствие Твое, Господи, да придет Царствие Твое. Иисус хотел, чтобы мы искали, Он говорил, чтобы мы молились так, поэтому я убежден, что это на самом деле та ответственность, на которую Бог заостряет наше внимание, чтобы мы искали и чтобы мы нашли. Думаю, что апостол Павел в послании к римлянам в 14 главе, он помогает нам разобраться, каким же образом найти нам Божье Царство на этой земле. Как же нам увидеть это Божье Царство на этой земле? Я процитирую вам послание к римлянам, 14-17. «Ибо Царство Божье — не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Апостол Павел говорит, Царство Божье — это не пища и питье. То есть он говорит, в этом вы не найдете Царство Божье, но пища и питье, я думаю, что это символизирует обеспечение, достаток, устройство на этой земле, удовольствие, удовлетворение вот этими земными вещами. Пища и питье — такой образ, в который входят вот все эти вещи. И апостол говорит, Царство Божье не в этом. Это хорошие вещи, но они временные вещи. В этом Царства Божьего нет. Знаете, мы буквально на днях играли в ту игру, о которой я вам рассказывал. И в этот раз я пришел и говорю, слушайте, у меня что-то есть для вас, хотите найти? Да, им нравится, значит, эта затея. И Лиза задает мне сразу вопрос, папа, это в машине? Вот почему-то все-таки детям иногда кажется, что папа вот такой изверг, который запрячет сейчас куда-нибудь в машину, которая на улице, и будет смотреть, как дети будут искать. Вот нам иногда так кажется, мы о Боге так думаем, что он говорит, ищите, о, Царство Божье искать, о, Боже, где Царство Божье, Царство Божье, вы не видели здесь Царство Божье. Раз тебя кто-нибудь оскорбил, ты начинаешь Царство Божье искать, тебя послали кого-нибудь подальше. И ты где тут, здесь, на земле, Царство Божье? Господи, это вообще нереально, ты о чем? Это немыслимо. И тебе кажется, что Бог, как папа, который спрятал игрушку на этом... Ладно, если в машине, а то где-нибудь на берегу Обскового дохранилища, под снегом, летом спрятал, и зимой, говорит, найди. И какой-то образ бывает такой, что Бог как будто что-то такое сложное для нас приготовил. Но знаете, однажды Иисус обратился ко всем, и Он сказал, друзья, обремененные, усталые, придите ко Мне, вы найдете покой душам вашим, придите ко Мне, вы устали. Поверьте, мое иго, оно легкое. Поверьте, мое бремя, которое я вам дам, возьмите мое бремя, возьмите лучше мое иго, лучше постарайтесь заботиться о том, чтобы исполнять мое слово. Оно легкое, оно не такое сложное. Оно намного легче, чем те труды, которые вы на земле осуществляете. Так вот, я сказал, нет, конечно, конечно, не в машине. Она говорит, в этой комнате? Я говорю, нет, не в этой комнате. Ну и все, они начали искать дальше в других комнатах. Знаете, отправная точка есть, в машину ходить не надо, все нормально. И в этой комнате тоже этого нет. Больше в этой комнате, чем оставаться, надо идти искать дальше. Вот, мне кажется, очень похоже. Апостол Павел говорит, когда вы начинаете искать Божье Царство, поймите, оно не в этом земном. Оно не в устройстве, оно не просто в обеспечении, не просто в успехе каком-то человеческом. Давайте в эту сторону просто можете даже не ходить, не заботитесь об этом. И мне кажется, что во время поста нас это должно вдохновить. Потому что пост, он как раз для того и служит, да, чтобы вот эту большую часть как бы заботы жизненно из себя снять. Вот эта забота о пище и питье, как вкусно поесть, как вкусно попить. Господи, мы это отделяем от себя. И там нет Царства Божьего. И тогда нам стоит начать поиски в чем-то другом. Но мне кажется, нам иногда как-то это так закрыто, что мы вроде и постимся, а все равно как будто остаемся в этой комнате. И, допустим, мы общаемся. И один у другого спрашивает, ну как молитвенное прошло? Второй, вообще классно. Есть почти вообще не хотелось. А как у тебя пост проходит? Ой, супер, знаешь. Иногда, конечно, бурлит в животе, там, сны снятся, пельмени ем. Ну, а так вообще нормально, нормально. Так прям супер. И все. И мы можем часами, наверное, разговаривать о посте вот в таком ключе. Как там бурлит, как там тянет, чего хочется, что снится. Подождите, друзья, при чем здесь все это? Мы такое чувствуем, как будто мы в посте, но мы в этой комнате. Нам говорят, здесь нет. Завязывайте, здесь уже не ищите. Царство Божье в другом. Пост по-другому должен проходить. А мы как будто в этой комнате. Пора выйти из этой комнаты. Может быть, стоит начать рассуждать по-другому, как у тебя пост проходит. В смысле, что ты слышишь от Бога. Мне так нравилось, как сегодня начиналось это собрание. И, значит, Сергей начинал и говорил, что вот Бога мы лучше начинаем слышать. Он как-то ближе нам становится. Легче получать откровение. Ты открываешь Библию, она как будто разговаривает с тобой с любого места Писания. Знакомые, значит, ощущения? Я так рад каждой поднятой руке. Это правда. Время поста – это время приближения к Богу. Это время, когда мы смиряемся и отделяем себя, в данном случае, не совсем от пищи, но от вкусной пищи. Ну, от заботы о пище. О том, как нам поесть, в какое время, как. Ну, съел яблочко и будь доволен. Кашки немножко и все нормально. Для подкрепления, для того, чтобы мог жить, работать, но не для того, чтобы, значит, об этом заботился и суетился об этом. Итак, апостол говорит, царство Божье – это не еда. Это не устройство на этой земле. Это не обеспечение, это не удовольствие. Это не земное. Это не временное. Царство Божье, оно намного круче. Оно дальше идет, чем перспектива, которую ты имеешь на этой земле или можешь иметь. Царство Божье, оно намного круче. И это вечное. Это то, что приготовил для тебя Бог. Этого надо искать у Бога. Надо обращаться к Нему. Это царство Божье в Его присутствии открывается. Он открывает Его кому хочет. Где же искать? Что же это такое? И апостол говорит, царство Божье – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И если вы хотите найти царство Божье, вам надо искать праведность, мир и радость во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Вам нравится это? Мне очень нравится ощущать себя праведным. Я когда зашел сегодня в ДК «Прогресс», первая сестра, которая меня встретила, Лена, а у нее были такие глаза, и она говорит, «Пастырь, это так круто, ты представляешь? Я сегодня встал, у меня такая радость, я не знаю за что. Она меня просто переполняет. Она меня просто распирает. Я не знаю за что. Я же думаю, я вчера, я же такая грешница, я там то не сделала. Я вчера каялась. Господи, откуда мне такая радость? Ты правда меня простил, похоже? А похоже, я правда очистилась, Господи! Это такие знакомые переживания. Знаете, иногда, слава Богу, это достаточно нередко. Я ложусь спать, и меня так распирает эта радость. Я не могу сдержаться, и я начинаю, значит, смеяться, так хикать. И жена у меня спрашивает, все нормально? Она говорит, ты чего? Я говорю, ты знаешь, просто классно. Вот я не могу это объяснить. Это просто классно. И я знаю, что это не придумаешь. У тебя нет чего-то особенного, машину никто не подарил, денег никто не дал. А такое-такое-такая радость. Это так здорово. Знаете что? Это результат того, что у тебя все нормально, у тебя все правильно. Мне так нравится это ощущение праведности. Вообще, знаете, что я вам хочу сказать? Что я думаю, что вот эта праведность, мир и радость во Святом Духе, то, что апостол Павел говорит, это Царство Божие, это что-то одно. Это неправедность, мир и радость. Мне кажется, что когда он начал описывать, что такое Царство Божие, он говорит, а вот это не пища и питье, но это праведность. А потом понимает, что он не все еще сказал, и радость, точнее, и мир. А потом понимает, нет, и этого недостаточно, и радость. И вот там так и написано, это праведность и мир, и радость. А потом понимает, не придумаешь во Святом Духе. Я думаю, что апостол, когда писал это послание, вот он был наполнен этим присутствием Божьим. Он пытался показать нам, что такое Царство Божие, и он вот таким образом описывал. Но я думаю, что это все одно. Царство Божие не может быть, когда у тебя есть праведность, но нет мира и радости. Царство Божие не может быть, если у тебя мир, у тебя все спокойствие, но ты грешишь, и у тебя радости нет. Царство Божие не может быть, если ты радостный такой на эмоциях, но ты неправедный, и мира в сердце нет. Так не бывает. Царство Божие – это праведность и мир. Понимаете? Это продолжение. Описание и радость во Святом Духе. Знаете, отчего я ощущаю себя праведным зачастую? И мне так нравится это. Когда я, например, у всех попросил прощения. Заметьте, никогда я никого не обидел. Знаете, что я понял? Я понял, что невозможно не обижать. Я признал себе, что я не могу не обижать. Я все равно кого-то обижаю где-то. Или я что-то сказал, и кто-то обиделся. Правильно понял, неправильно – неважно. Обиделся. Я как-то так сказал. Или я что-то сделал, и человек обиделся. Или я, напротив, не сказал, или чего-то не сделал, и в результате человек обиделся. То, что я должен был бы сделать. Так или иначе, я то там, то там я обижаю. Но, конечно, если вы скажете, что я чувствую себя праведным, когда я никого не обижаю. Ну, если вы никого не обижаете, вы на самом деле праведны в этом случае. Простите, только я в это не верю. Я не верю, что можно жить никого не обижая на этой земле. И поэтому многие люди ищут вот этой праведности, доказывая, что они никого не обидели. Что они хорошие. Я сам такой. Я доказываю. Да нет, я не имел этого в виду. Да вообще я это не хотел сказать. Да с чего ты это взял? Да с чего ты это взяла? Да я тебя и не собирался обижать. Сам себе напридумывал что-то и вообще, и все такое. Я всем доказал. Я никого не обидел. Жену не обидел. Детей не обидел. Никого не обидел. Я праведный. Только ни мира, ни радости. Почему-то. Но вот что я заметил. Когда я прошу прощения. Я этим таким образом признаю, что я по всей видимости обидел. Понятно, я специально этого не делаю. Но я обижаю. И когда я признаю это и прошу прощения, я говорю, прости, я так не хотел. И я вижу, что человек прощает. Вдруг вот это ощущение праведности, оно просто наполняет меня. И знаете, что вдогонку прилетает? Мир и радость. И присутствие Божье во Святом Духе. И вдруг мне так классно. И мне так хорошо. Я готов еще кого-нибудь попросить прощения. Скажите, кого еще обидел? Я готов попросить прощения. Я знаю, что там есть награда. Я знаю, что туда приходит мир. Там приходит праведность. Там приходит радость. Праведность – это не когда ты никого не обидел. Праведность – это когда ты у всех попросил прощения. Знаете, что в это время происходит? Казалось бы, парадокс. Ты признаешь, что ты виноват. Какой ты праведный? Ты должен признать, что ты неправедный. Ты обижаешь. Ты косячный такой. Ты обидел того, другого. То есть, наоборот, ты выглядишь, знаете, как Иисус, когда крестился, кажется, в глазах людей выглядел вот таким грешником. Но Он вышел, и небеса открылись. А подобным образом происходит в нашей жизни. Когда я признаю, что я обидел, я прошу прощения. Казалось бы, я унижаю себя. Может быть, я не всегда даже понимаю, что я обидел. Но я вижу, что обидел. Я вижу, что это слово как-то поранило человека. Я признаю, что обидел. Я прошу прощения искренне. Прости, я не хотел. Я вижу, что человек отпускает, прощает. Знаете, что в этот момент происходит? Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает тебя с ног до головы от грехов твоих. Очищает тебя от всякого греха. Написано, что если мы признаем себя грешниками и просим у Него прощения, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. И когда это приходит очищение, ты реально ощущаешь себя праведником. Тебе не надо больше ни самого себя убеждать, ни других убеждать, что ты не хотел чего-то сделать ненароком и что-то не так сделал. И ты ощущаешь от Бога это. Без разницы, как люди думали об Иисусе. Над Ним небеса открылись. И Бог сказал, это Сын мой возлюбленный. Почему? Он делает то, что нужно. Я думаю, что Господь сегодня касается кого-то прямо сейчас и говорит, что тебе надо просто попростить прощения. Надо наступить на свою гордость. Это бывает так трудно. А здесь за сценой, знаете, легко об этом говорить. А вот когда я собираюсь спросить прощения, вот бывает, как будто мне такой какой-то замок современный какой-то прям повесили на губу. И все, я не могу рот открыть, чтобы попросить прощения. Надо смириться. И ты чувствуешь внутри, что от тебя Бог ожидает. Вот эту праведность, которую тебе надо совершить. Ты чувствуешь внутри. Ну да, надо попросить. Друзья, если не соглашаешься, если начинаешь объяснять себе, почему ты все-таки не хотел, почему все-таки не надо просить прощения, ты остаешься со своей праведностью. Молодец. Хорошо. Может быть, в глазах других будешь выглядеть неплохо. Может быть, себе доказал. Только забудь про мир в сердце и про радость во Святом Духе. И я готов пожертвовать своей праведностью сегодня ради того, чтобы принять его праведность и в результате иметь мир в сердце, который превыше всякого разума. И радость, с которой ты засыпаешь и просто смеешься, потому что тебе классно. Потому что он очистил тебя. Знаете, я ощущаю себя праведным так же, когда исправил то, что сделал неправильно. Ну, бывает, что мы что-то делаем неправильно, да? Допустим, на работе ты делаешь работу, за которую тебе платят деньги, а может быть, тебе не платят деньги, может быть, ты как волонтер, но ты взялся, подвязался, ты делаешь какую-то работу, и вот там как-то можно было сделать, конечно, лучше, но ты сделал, неправильно сделал, нехорошо сделал. Я думаю, таких примеров просто масса. Может быть, каждый день у нас это получается на работе. И мы что-то неправильно делаем. И у тебя выбор. Либо вернуться в эту ситуацию и все-таки исправить, либо объяснить, почему не надо, почему так сойдет. Говорят, такой есть этот дизайн, хай так. Так сойдет. Хай так. Можно объяснить. Можно все объяснить. Можно все объяснить и пойти дальше, и ты не потеряешь и время, ты не потеряешь деньги, чтобы что-то исправлять. Ты вроде на коне. Вроде даже не заметили. В общем-то, все нормально. Ты и все, и там чуть дальше, там и совесть как-то углаживается, время идет, проходит и все. Только мир настоящего нет. Только дерзновения настоящего нет. Только радости этой настоящей нет. Друзья мои, но каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я возвращаюсь, возвращаюсь, чтобы что-то исправить, я такой же, как все. Я тоже делаю что-то неправильное. И бывало так, что я и не возвращался, и терял этот мир, и только спустя время, Бог как-то показывал, там уже невозможно было что-то, может быть, исправить. Конечно, Божья милость превыше суда. Если мы искренне каемся, Он дает нам новый шанс, новый шанс, новый шанс. Но Он хочет сделать нас своими детьми, подобными своему Сыну Иисусу Христу. И Он хочет, чтобы мы научились не держаться за ценности этого мира, но чтобы мы согласились исправлять то, что нужно исправлять. Я чувствую себя праведным не тогда, когда делаю все правильно. Вы тоже можете сказать, я праведный, потому что я все правильно делаю. А можно узнят? Тут есть вообще такие люди, кто все правильно всегда делает? Куда я попал? Все что-то неправильно делают. Друзья мои, но если мы признаем это и возвращаемся, чтобы изменить, да, мы потратим время однозначно, по-человечески скажут, ты что, ненормальный? Когда я бросаю мимо ведра бумажку, прохожу, ааа, я не могу. Я возвращаюсь, я лезу за эту урну, вытаскиваю эту бумажку и бросаю. Я иногда замечаю, как это люди смотрят. Мне нравится бросать издалека. С детства, знаете, вот люблю. Вот я точно попасть. И раз, бывает мимо, да еще попадет куда-нибудь. Так неудобно, знаете, прям за урну туда и на улице. А урна вокруг грязная, там вокруг и бычки, и все, и вот тебе надо. А я не могу, мне надо, я аж бросил эту бумажку. Надо же ее поднять. И я внутри понимаю, это правильно. И вот я иду, и я за эту урну, я смотрю на меня, как на ненормального, сейчас смотрят, что нашел. Некоторые смотрят, думают, нашел что-нибудь. Останавливаются, ждут, когда процесс этот закончится. А потом разочаровываются, наверное, как на странного смотрят, когда я достаю бумажку скомканную, бросаю и довольный пошел. И мне без разницы, как они думают, у меня внутри праведность. И у меня внутри все хорошо в этот момент, понимаете? А можно за бумажку променять свою праведность, которая от Бога. Ты понимаешь, что так надо сделать, но ты так не делаешь. Ты говоришь, что это мелочь какая-то, да потом все сгниет, да вообще растворится на молекулы, да все нормально, еще удобрением будет. Что угодно можешь себе объяснить. Но если ты понимаешь, что надо поступить так, но ты так не поступаешь, ты остаешься со своей праведностью, в своих глазах все в порядке, в глазах других ты не опозорился, но ни мира, ни радости. Драгоценное. Я верю, что мы можем на этой земле видеть открытые небеса над собою. Я верю, что мы на этой земле можем слышать голос нашего Бога, который говорит, это дочь моя возлюбленная. В ней так мне приятно, она так послушна, она не противится. Это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Я верю, друзья, что мы можем находить, если мы пойдем в правильном направлении. Мы не будем искать Царство Божье просто в устройстве на этой земле, во временном устройстве, во временных удовольствиях. Иисус говорит, надо приложиться. Все, что тебе надо, приложится. Это временное. Но центром нашей жизни должно быть больше, чем временное. Центром нашей жизни должен быть поиск Царства Небесного, в которое мы мечтаем прийти. молитва центральная в нашей жизни должна быть Отче наш, сущий на небесах. Да, ты на небесах. Да, святится твое имя там на небесах. Но да придет Царство твое в мою жизнь, в мою работу. И Господь поведет тебя в ситуациях, в мою семью. И Господь поведет тебя в отношениях с твоей семьей. И если ты согласишься оставаться не со своей праведностью, если ты согласишься опозориться на этой земле, как однажды опозорился Иисус, в кавычках, конечно, но по факту многие могли подумать, что с ним что-то не так. И если ты согласишься последовать примеру Христа и отказаться от своей праведности, чтобы принять Его, ты получишь и мир, и радость во Святом Духе. Аминь. Давайте прославим Бога нашего, Который, будучи там, на небесах, открывает нам свое Царство, свое присутствие здесь, на земле. Благодаря тому, что Иисус Христос согласился оставить свое небо. Он согласился прийти на эту грешную землю. Стоит добавить, что Он знал, что с Ним будет. Он знал, что Ему не поверят, многие Его отвергнут. Он знал, что будут плевать Ему в лицо, завязав руки, глаза, и говоря, «Э, пророк, ну-ка, прореки, кто в тебя плюнул?» Он в одно мгновение мог разобраться со всеми своими обидчиками, но Он терпел добровольно. Он терпел наказание не за свои грехи. Он мучен был, написано, за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы с вами исцелились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова